В субботний день, когда и был открыт новый зимний плавательный сезон, выдался весьма солнечным, что не могло не создавать определенного настроения у всех собравшихся в Елгове на берегу Лелупы. Температура воздуха поднялась только до плюс четырех, а вот вода прогрелась до пяти градусов. Так что те, кто избрали роль зрителей, замерзали быстрее, чем участники заплыва. Но прежде чем маржи зашли в воду, все дружно разогрелись под командой опытного фитнес-тренера. Одна высоко! Ап! 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 Колено выше! Открытие сезона началось со стафеты. Команда из четырех человек должна была на скорость преодолеть в общем 100 метров. Учитывая, что температура воды явно отличалась от той, что в бассейнах, зрители переживали не столько за скорость, как за здоровье участников. Опробовать температуру воды Лелупы приехали зарубежные маржи. Из Санкт-Петербурга, Москвы и Вологды. А еще он – давние друзья Елговского клуба эстонцы. И каждый из любителей зимних купаний говорил, что не прочь, чтобы армия маржей пополнялась каждым годом. Главное – желание. Желание и закаляться, и вести здоровый образ жизни. Это, наверное, самое важное, потому что объединяет не только спортивные достижения, но и идея. А идея – очень сильная штука. Надо плавать в холодной воде. Каждую неделю. Один-два раз. Кстати, практически во всех дисциплинах, а это не только эстафеты, но и индивидуальные заплывы лучшими оказались наши соседи эстонцы. Нам также показалось любопытным, что женщин среди любителей холодной воды намного больше, чем представители сильной половины человечества. Впрочем, это явление с легкостью объясняют сами мужчины. Фактически бесплатная спа. Не надо к докторам ходить, не нужно лекарства употреблять, работать на фармацевтические компании и загружать докторов. Мария Бургарт и Айнар Скрауклес, Первый Балтийский канал. Продолжение следует...